ЦИГУН Цигун сочетает в себе элементы гимнастики, боевых искусств и медитации. Это система знаний и методов на основе даосских учений и буддийских практик. Ей уже более трех тысяч лет. Одно занятие китайской дыхательной гимнастикой в Петербурге стоит в среднем полторы тысячи рублей. Месяц пять тысяч. А я знаю, где знакомиться с дравительным цигуном. Бесплатно. В центре спорта Калининского района здесь проходят занятия китайской дыхательной гимнастикой. На бесплатных тренировках ждут тех, кому за 55. Цигун дословно переводится как «работа с энергией жизни ци». Упражнения выполняются плавно и кажется, что это легко. Но для занятий цигуном нужна предварительная физическая подготовка. Особенность гимнастики в подражании и манерам животных. До осы считали, что силы и долголетие зверей зависят от того, как они двигаются. Запись на занятия по телефону. Это расслабление. Не нужно напрягать быстрее, выше дальше. Нужно наоборот расслабиться. Это, конечно, какая-то магия. Я очень увлеклась, очень мне нравится. У меня, конечно, координации движения не хватает пока для таких вот всяких штук. Но дорогу осилить идущий. Тренировка развивает координацию движения и концентрацию внимания. А еще цигун – это отличное средство от стресса. Ой! История гуслей довольно поэтична. Название этого щупкового музыкального инструмента происходит от слова «гусла». Так в Древней Руси называли тетиву лука. При выстреле она издавала мелодичный звук. Сегодня умение играть на гуслях точно удивит ваших знакомых. Одно групповое занятие обойдется примерно в 1200 рублей. Месяц обучения в 4500. А я покажу, где можно познакомиться с русским народным инструментом бесплатно. Молодежный центр «Палата ремесел». Здесь можно освоить азы традиционной русской гусельной игры. Не нужно думать, что это слишком сложный инструмент. На занятия ждут даже тех, кто никогда не видел гусли вживую. Запись через соцсеть. Осваивают основные приемы игры на традиционных крыловидных гуслях, а также фольклорные наигрыши. А после первого занятия бывает и такое. Это было просто очень сложно и немного больно. Я подумала, что, может быть, в следующий раз будет полегче, в следующий раз еще сложнее. Меня очаровал совершенно вот этот звук. Он действительно какой-то магический, и в нем есть отзвуки русской души. Не обязательно здесь заканчивать музыкальную школу или какое-то специальное получать образование. Гусли – это инструмент, на котором люди творили музыку как бы сами из себя. Мне пока довольно сложно играть, но зато когда освою гусли, смогу радовать этим дивным звучанием старинного русского инструмента своих родных и близких. Занятия китайской гимнастикой и обучения игре на гуслях в месяц обошлись бы нам в 9,5 тысяч рублей. Но мы смогли их сэкономить. И самое главное, что это далеко не все. Вот еще идеи развлечений на эту неделю. В пятницу, 21 октября, предлагаю ближе познакомиться с Карельоном Петропавловской крепости. На Соборной площади открыли выставку к 350-летию Петра Великого. Именно он привез в Россию первый Карельон. В воскресенье, 23 октября, в мультимедийном парке «Россия. Моя история» завершится фестиваль ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского. Показом картины «Человек неунывающий». И помните, все по-настоящему важное в жизни бесценно.